МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето в Харькове красивое. Один из летних вечеров. При садящемся солнце, затекающем городе, мы сегодня вновь собрались на крыше. Программа «Акценты» сегодня на крыше. И мой собеседник сегодня Владимир Чапай. Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Чапай, заслуженный журналист Украины. В прошлом телеведущий, писатель, продюсер. Человек с принципиальной точкой зрения. Человек, который любит кошку называть кошкой. Но мало кто об этом знает. И сегодня с этим оригинальным взглядом на жизнь я решил познакомить вас, дорогие телезрители, с харьковской крыши. Парень над городом. Владимир, не страшно сидеть вот так вот на краешке, а под тобой город? Да мы давно и сидим, и ходим. Кто на краешке, кто по краешку. Нет. По самому краю. Может быть, надо так жить? Да. Кто-то выбирает лезвие бритвы, кто-то край, кто-то утепленную постель. Мы на самом деле даже до конца не понимаем, мы ли это выбрали, или обстоятельство нас принудили так жить. То есть вопрос как бы касательный, он не прямой. Так как живет сейчас Харьков? На грани лезвия, в мягкой постели или в теплой ванне? Харьков спит. Спит, причем это довольно напряженный сон. Он прерывается некими зорницами, некими стуками соседей, сверху, снизу, сбоку, с дальнего зарубежья. А у города организм устроен таким образом, что он не фиксирует состояние бодрствования и сновидения. Потому что город все-таки не человек, хотя мы и говорим, что они похожи. Это мы, горожане, можем видеть, что наша общая жизнь находится немножко в нереальной плоскости. Или если выражаться более техническим языком, любое число представляется реальной величиной и имажиной. Так вот у Харькова имажине, то есть и реальная часть преобладает. Отсюда и сон, он неестественный. Это не сон здорового организма, если говорить, опять же, такими человеческими понятиями. Это сон. Сон в летнем. Харьков, ну, кто ты такой, чтобы так рассуждать про Харьков? Сидит, забрался на крыше в темных очках. Два слова о себе. Ты вообще харьковчанин? Нет, я морская душа. Я родился на Азовском море, в городе Бердянск. Патриотических чувств я к нему не испытываю, равно как и к другим городам. Это нормальное состояние. То есть, если вы спросили, кто я, наверное, я космополит. И в этом нет ничего зазорного, потому что лучше быть хорошим космополитом, чем плохим интернационалистом. Космополит в том плане, что мы все люди этого небольшого шарика и вот привязанность лично у меня к морским пейзажам Азовского моря или к тенистым паркам Харькова вот в таком банальном, вульгарном она отсутствует. А то, что присутствует, оно, наверное, сокрыто внутри меня, я в этом глубоко не копаюсь, это давность. Ты в Харькове-то давно живешь? 30 лет. 30 лет я здесь сразу пошел во второй класс, окончил школу, окончил политехнический институт, работал, работаю. И где живешь? Можешь показать, вот с крыши? Я живу в доме красного промышленника «Газпром». Местоположение вот здесь вот, так если наискосом. Да, значит, ты хочешь сказать, что ты как харьковчанин можешь рассуждать. Здесь у нас просто третьим на крыше сидел Андрей Ваяцаховский и рассказывал, что сажал деревья еще, вот те, которые уже рубят, а он их еще сажал. Поэтому я все время интересуюсь, сколько лет человек живет в Харькове и насколько имеет право рассуждать. Ты сказал, что город спит. Состояние такое, что он сон. Может, пусть и спит, или надо проснуться. А если проснуться, то для чего? Вы понимаете, вот политические или околополитические лозунги, которые выдвигаются, и у нас на слуху, город проснись, Украина проснись и так далее, они искусственные. Потому что они предполагают, от чего ему просыпаться и надо ли ему просыпаться. Я на эти вопросы тоже ответ не дам. И поэтому, если город спит, значит, это его естественное положение. И тот сон, который у него происходит, он тоже закономерно совершил. И это никакой не изоповый язык, это абсолютная констатация. Что, проспаться после пьянки, да? Это не пьянка, нет. Я сам нахожусь в таком же полусне, как и, наверное, многие харьковчане, которые не понимают, это правда или нет. Это реально. И со мной ли это все? И вот такое ощущение, я говорю о своих ощущениях, что вот, ну, скоро это как бы должно закончиться. А что это, вот вы меня не спрашиваете. Ты не старый человек, мужчина, что говорится, как принято говорить на крыше, в полном расцвете сил и как бы не рядился в личину такого циника, все-таки патриот города, да? На степени да. Вот что делать нам, чтобы наш Харьков был местом, которым мы подлинно гордились? Они стыдливо прикрывали глаза и отводили разговор, когда вдруг заходят те, на разговор на темы сегодняшнего Харькова, далеко не всегда самый приятный. Да, мне кажется, особо ничего не делать. Но не хочется повторять эти банальные вещи о том, что каждый должен начинать с моего себя. Это и так мы делаем. Каждый, знаете, в отдельности абсолютно нормальный человек. Я думаю, здесь вопрос в совершенно другой плоскости. Чего делать не надо. Интересно. Да, можно благоустраивать город, можно слагать о нем песни, можно снимать хорошие телепередачи, можно пробуждать его, в конце концов. Но все равно не это, как мне кажется, главное. Важно вот, что не делать. Я здесь не оригинален. Лгать. Вот что, не надо. Каждому харьковчанину и городу в совокупности лгать. Любимая наша с вами цитата – не участвовать во лжи. Правильно. Вот я только хотел сказать продолжение. Да, продолжение этого. Если человек и не лжет, он не должен участвовать во лжи, в ложных действиях. А это уже значительно сложно. Ну хорошо. Все-таки оппозиция, которая далеко не каждому дана. Потому что человек не понимает, его вовлекли в это ложное действие, он и не виноват. Хорошо. Все-таки окунемся немножко в политику, потому что слишком уже это определяет нашу сегодняшнюю жизнь. Слишком мы все на нее зациклены. Вот ты реально думаешь, что если что-то у нас не так в стране или в нашем городе, то виноватый пласть придержащие, руководители, конкретные персонали и так дальше? Я думаю, что одна из проблем, то что мы слишком злоупотребляем слово «мласть». Я бы с большим удовольствием применял бы и для города, и для страны вот эту формулировку и в принципе самую систему организации на управление. Потому что власть, она и подразумевает, что кто-то будет властвовать. Властвовать – это значит не управлять, а если хотите там подавлять, эксплуатировать и так далее, это уже ближе к канонам государства. Есть естественные процессы. Им бы хорошо их как-то, так сказать, направлять в русло, да? А как можно властвовать морем, ветром? Как можно властвовать людьми? Люди же на самом деле определяют практически все в этом мире. Сами. Руководитель имеет значение, но, наверное, все-таки не решающий. Мы вчера собрались с вами записываться на крыше, вчера был приятный, тихий день, без дуновения ветра, а сегодня – ветер. Да, но я думаю, что… С этим ничего не сделаешь. Здесь немножко другое. Даже эту расхожую фразу о том, что каждый народ заслуживает ту власть, которую избирает, вот ее нужно модернизировать. На самом деле, каждый нормальный народ получает то управление, управление обществом, страной, которое действительно достойно этого народа и страны. А вот если эта ступенька не преодолена, тогда вот действительно народ получает власть. То есть он не созрел еще до управления, он получает власть, которая будет, естественно, им властвовать. Вот такой софинцем на самом деле, но он абсолютно логичен. То есть мы еще не дошли до того уровня, чтобы люди избранные управляли, а не властвовали. Ну а примеров, я ведь не буду перечислять то, что происходит сейчас, эти примеры любой хрикавчанин, любой житель Украины вспомнит сотнями тысяч, когда им властвуют. И вы понимаете, какой смысл я вкладываю в это слово. Ну, видите как, многие хрикавчане, когда вы скажете практически ругательное слово «софизм», переключат телевизор, скажут, слушайте, да пошли вы, проблемы гораздо проще и выпукли. Правильно? Правильно. Дело в том, что мы настолько заговорили эту тему, как нам жить лучше, что действительно я порой не хочу участвовать в этих словопрениях ненужных, надеюсь, слово «словопрения» не будет вызывать у хрикавчан, отторжение. Но это именно, знаете, вот оно перепрело все уже. Но гумуса из этого, вот я вот к другой, как бы ключевой категории хочу подойти, не получилось. А ведь назначение, скажем, на таких переходных, переломных моментах людей, которые что-то несут в себе, в своих мыслях, в своих действиях, это стать вот именно гумусом, той плодородной основой для будущих поколений. И тоже можно над этим истебаться, и не принимать это всерьез, но как бы то ни было, так оно и есть. Какой пример взять? Американский, европейский, восточно-европейский. Я могу совершенно спокойно доказать, что люди, может быть, бессознательно, но шли к этому, понимая великую свою миссию не самому прожить, а вот как бы потом в других жизнях, через другие поколения дать вот это вот плодороди. И вот в сегодняшней ситуации, в свои 47 лет, Владимир Чапай готов стать гумусом для будущего? Ну, готов, стал или станешь не рассматривать за такой срез. Есть понимание, что это такое. Еще раз говорю, гумус это не является каторгой, пахотой, это жизнь в свое удовольствие, если хотите. Ну, я правильно подхожу к этим словам, что такое свое удовольствие. Для меня свое удовольствие это, ну, скажем, созидать, соучаствовать. Вот я так вот, не участвовать в Алджии. Либо в чем-то не участвовать, совершенно верно. И этого достаточно. А вот какие процессы будут способствовать тому, что я стану, надеюсь, каким-то плодородным элементом, или не стану, если на том будет воля Божия. Вот это уже я оставляю как бы предопределенность ним. Такой очень общий философский разговор получается. Наверное, на крыше ближе к Богу, поэтому мы так в эти категории идем. Ну, хорошо, а если вернуться к тому городу, который с нами, каков совет харьковчанина Чапаю простому другому харьковчанину? Ну, тяжело, тяжело, Арсен Борисович. Я ушел из этого. Не, но если вы одели темные очки и чьитесь философствовать, вы, господин философ, должны знать несколько слов, которые могли бы сказать любому харьковчанину. Посоветовать. Что делать? Что делать? Ну, опять, легче сказать, чего не делать, это не участвовать в вот этих ложно-лживых. Причем проверка у каждого естественно своя. Кому-то это кажется ложью, кто-то считает, что это сама правда небесная. Не об этом речь. Каждый должен для себя определить ту площадочку, на которой ему комфортно. И общее стремление эту площадочку в чуток расширять, но для меня всю жизнь был главный критерий это ненавязчивость. Расширять ненавязчивость. Знаете, вот не заставлять всех жить светлым будущим. Ну, значит, естественно. Естественно, не напрягая. Вот эта ненавязчивость, она должна, как мне кажется, пронизывать жизнь, это если советовать харьковчанам, да, чтобы она пронизала этот город, чтобы он был таким, ненавязчивость это сродни и легкости, некой игривости даже. И в этом тоже ничего плохого нет. Можно делать танки, но, знаете, при этом продолжать жить спокойной, веселой, уверенной жизнью. И не получать при этом зарплату. Да, можно издавать гостей. Можно выпускать самолеты и не получать при этом зарплату и жить веселой жизнью. Я пытаюсь вас таким образом возвращать к реалиям сегодняшней жизни от жесткой философии. Хорошо работать вольным журналистам, издавать книжки, получать гонорары, на это жить и со стороны наблюдать на счету происходящего и констатировать жаль только, что в это время прекрасное, которое наступит, уже не придется ни мне, ни тебе, как сказал поэт. А вот как же быть в реальной ситуации? Я недавно был в Слатину, Дергачевского района, вот предыдущая передача была, мы там беседовали с дамами. Они говорили о жизни, о приоритетах, чего хотят, чего не хотят. Одна женщина сказала, хочу пожить еще на пенсию, позволите все, что есть хорошее, хорошо пожить. Я потом спросил, а сколько у вас пенсия? Она сказала, минимальная, 800 гривен. А вот все-таки реальность вот этой вот нынешней ситуации, как соотносится с такими философскими посылами, на которых легко говориться на закате. Вот как? Это дело, что никак не соотносится. Нужно говорить о том, что бы я посоветовал, что бы я пожелал. Да, да, чтобы вас услышали. Да, или проповедникам, безусловно. Конечно, никак и не соотносится эта философия с реалями жизни. Но философия в любом случае дает хотя бы некий ориентир, некое стремление. Если вы же на эту тему пошли, вот я в плане философствования позволю себе своего любимого философа Артура Шопенгауэра, его хотя и называли, адептом одиночества, то есть проводником идеи одиночества, такой изолированности, уединенности, тем не менее он замечательную фразу сказал, что в конце жизни каждый человек остается один. И очень важно понять, кто этот один. Вот и вся философия. Она на самом деле примитивна, кажется, нам проста. Поэтому женщина, которая смирилась с таким положением, ее заставили смириться, что она будет получать минимальную пенсию, знаете... Она не смирилась, она реалистка, она красивая, хороша по-своему. И я где-то, слушая ее, даже завидовал ее оптимизму. Она просто оказалась в такой ситуации. Она заслуживает другого, она заслуживает большего, как и большинство. себя чувствует нормально, комфортно и понимает, что были честно заработанные деньги, неуворованные и так далее. Может быть, этот один, который остался перед пенсией, чувствует себя вот, замечательно, хорошо. А это несправедливость, внешняя, не внутренняя, а внешняя несправедливость. Это не ее, она делала все правильно. И честь ей и хвала. А то, что она... Ну, это... Он дает личности, как себя вести. И только к этому надо подойти. Может, человек в течение своей жизни не обращает на это внимания. Ему комфортно и хорошо. На крыше или под землей. Шопенгауэр дает и в продолжение этой линии мог бы тоже нашим харьковчанам посоветовать, как... Это не мой, подчеркиваю, Артура Шопенгауэра совет. Личность тогда не растворяется в толпе, или, как он говорил, не сгорает в свете, когда находится в таком постоянном движении от одиночества к обществу и назад. Быть одиноким замерзнешь. Это бульгарный перевод я говорил Шопенгауэр. Быть в свете, в обществе, в толпе сгоришь. Поэтому нормальный путь как бы он определял вот такое вот дефилирование, скажем. Ну, хорошо. Только-только произошел профессиональный праздник, День журналистов. Вы член Совета журналистов с 1917 года. профессиональный журналист. Я с некоторых пор тоже вот немножко журналистикой занимаюсь. Поздравляю. Я поэтому давайте сыграем в одну журналистскую игру. Давайте. за что можно любить Харьков? За харьковчанок. А не любить? За харьковчан. Самое любимое место в этом городе? Не готов ответить. Вот, наверное, там, где мне в данный момент комфортно. То есть это может быть любая точка города. А самое некрасивое? О, их очень много. Лидерство не отдам никому. Иногда весь Харьков некрасив. Что уродует город? Дела наши. Что украшает? То же самое. Наши дела. Не столько наши лики светлые, сколько наши дела. В чем будущее Харькова? Будущее Харькова, наверное, все-таки научиться жить без дури в кармане. Здесь чуть шире я отвечу на ваш вопрос. Так получилось. Лет 20 назад мы общались с командой КВНщиков, одесских джентльменов. И вот зашел разговор, чем кардинально отличаются наши города, невзирая на то, что очень много похожих. Вот Харьков и Одесса. Попытаюсь сказать мягче, чем это прозвучало в оригинале. Одесситы сказали, говорят, мы все время живем, думая, как бы кого-то обмануть. А вот харьковщане живут постоянно в режиме, как бы нас не обманули. Вот эта почти эфемерная невидимая граница нас на самом деле очень сильно различает. Вот эта немножко напряженность, вот почему я советую Харькову не расслабиться, нет, а жить просто спокойно, свободно, ненапряженно. Будущее, достать дулю из кармана и... Достать дулю из кармана, убрать эту подозрительность, убрать вот эту мелкую, а иногда крупную лживость. И попустит, вот поверьте, мне так кажется. Воно попусто, якшо не задаве. Итак, в будущем без дули. Что нужно знать и о чем нужно помнить из прошлого нашего города? Много, многое из прошлого Харькова ответило бы на все современные наши вопросы. И каждый для себя определяет, что ему надо найти, какой ответ. Я нахожу, но это мои ответы, и не хочу... Я про Ваши спрашиваю. Я не хотел бы так передавать эти ответы, например, потому что у меня вопросы-то возникали не совсем обычные. Например, мой ли это город? Вот наверняка многие таким вопросом не задаются, и он покажется антипатриотичный. Как это? Мой ли? Раз ты здесь живешь, твои друзья, твоя работа. Но я по-другому немножко оцениваю. Одни, которые, я уверен, идут дальше. Моя ли это страна, например. И в этом нет ничего зазорного. Это никакое не инакомыслие. Это поиск человека на самом деле. Хочешь гордиться городом? Да. Чем? Еще больше я хочу, чтобы город гордился не то что мной, нами и нашими делами. Хочешь, чтобы город был тобой город, да? Да. Хочешь оставить след в жизни? Ну, и каждый человек. Чего не хватает городу? Ума. Ума не хватает. Вот, знаете, смекалка, задиристость, где-то переходящая там в жлобство, может быть, это не синоним и не замена интеллекта. А интеллект есть. Но вот он спит, наверное, большей частью, мы же говорим о спящем городе. Так вот, интеллект спит в первую очередь. При всем том, что мы очень любим рассыпаться и пить это мир, какой у Харькова колоссальный потенциал, какой там потенциальный колоссал. Это все игра слов. Мы ведь и видим, на самом деле, что далеко это не тот умный, одухотворенный, изящный и ненапряженный город, которым мы рисуем в своих фантазиях. Володя, поиграем в ассоциации. Харьков и культура, это что? Совместимо. Если в персоналиях, наверное, культура, это Курченко. И это не Даня, ее последним феерическим взлетам. Это просто типичный слепок культуры по-харьковски и то, как она может завоевать и положить весь мир к ногам. Музыка, джаз для меня почему-то вот так вот ассоциируется. Может, потому что здесь я для себя его открыл. Наука? Наука, кибернетика и ряд персоналей, которые сделали реальный мировой прорыв. Ландау. Позор? Позор Харькова, вы знаете, это его потрясающая дисгармония. При всех составляющих более дисгармоничного города не существует. Пояснить могу. Дисгармония это когда количество иномарок превышает количество дурок. Дальше продолжать? Наверное, каждый продолжит и список будет бесконечен. Не надо. Я думаю, что в продолжение этого мы с вами поговорим о лаконичных ассоциациях, о лаконичных вопросах в масштабах страны. Давайте. в стране ассоциации Украина. Не теряющие надежды. Язык? Язык и украинский, и русский, и английский. Вот так. Люди? Люди напряженные. Это то, как есть, какими должны быть природно украинцы на самом деле при всей своей небольшой хитринке, при всей своей лукавинке. Он, наверное, открытый, более природный. Это опять то, что мы, я надеюсь, не до конца утратили, но утрачиваем. беда? Наша беда общая оторванность. Оторванность от корней. Вот утратили мы эти корни, а корни ведь на самом деле не только в культуре. Корни в этих человеческих моментах, на которые мы за суетой, ведь не только служение муж не терпит суеты, нормальная жизнь не терпит суеты, а мы на нее очень много списываем. Мы утратили вот эту, знаете, как вот житейскую померкованность, вот размеренность, уверенность, спокойствие. Мы это утратили. Мы стали слишком... Появились мобильные телефоны, появился темп жизни. Это у всех появилось, но у нас это немножко еще и повлияло. Другие так как-то приспособились, а мы стали более дерганными, нервными. То, чего не должно... Перспективы Украины? Перспективы на сегодня я их не вижу. Вот такой пессимистический ответ, не вижу, потому что, наверное, Украина, как и Харьков, тоже спит. А какая может быть перспектива у сонного... Проснуться. Вот вы и ответили. Украина проснулась. Каковы ее перспективы? А вот здесь уже зависит того, кто проснулся рядом с ней. Извините за каламбур. Если Россия, перспектива одна. Если Западная Европа, перспектива другая. Поэтому здесь вот как бы партнера по сну надо было бы определить чуть ранее. Вы за какой интернационал? За третий, как и Василий Иванович. То есть вы за Европу? Знаете, хоть эту фразу, наверное, Морозову подсунули или не помню какого-то из политических деятелей. О том, что не мы в Европе, а Европа в нас. Вот когда мы ее ощутим внутри себя, добро пожаловать. А пока что, мне кажется, путь туда заказан. Ну, а в России так тем более. Все ответы в себе. Безусловно, вы правы. И я поэтому постарался такой серии вопросов постараться с тем, чтобы вы максимально выразили свой взгляд на город, на себя. и на страну. Недавно вышла книжка Владимира Чапая. Первая, большая, ершистая, странная, очень дорогая и с очень ограниченным тиражом. Ее не достать ни в магазине, ни в библиотеке. Я могу ее показать только издали. Вот она. тем не менее, как принято говорить, вот вышла книжка, и в этой книжке очень много разных маленьких рассказиков, каламбуров, стишков, ситуаций, размышлизмов, анекдотов и так дальше. Что-то, что было бы правильно сегодня здесь, на крыше, сказать для себя, для харьковчан, и чтобы имело значение для города. Вы знаете, такая постановка вопроса меня даже в дрожь бросила. Но я бы ответил вот каламбуром, как мне кажется, из этой книги. Хорошо там, где нас не. И пусть каждый харьковчанин поймет, чего с ним должны не, чтобы ему стало хорошо. И пусть это там будет наш и совсем нас устраивающий пока родной Харьков. И пусть нас в этом Харькове нет.